Песнопения В старинных обиходах она так и приводится, как в праздник Троицы. Большой знаменный распев. Аминь. Песняем все, там у нас спасло. Есть. Может показаться несколько затянутым это песнопение, но на самом деле в этот момент совершается подготовка к перенесению святых даров с престола на жертвенник. То есть надо и покрыть чашу покровцом, и благословить кадила. То есть вот эти несколько секунд священнику крайне необходимы. И довольно некомфортно бывает, когда хор в этот момент речитативчиком, поскору, быстренько эту стихирку поют таким обиходным напевчиком. Ну, моя глубочайшая просьба ко всем певчим. Не спешите в этот момент. Понятно, что знаменный распев экзотика. Вряд ли кто сейчас будет петь таким распевом этот момент богослужения. Предлагаю послушать вариацию обиходного напева, которую сделал Петр Ильич Яковский. «Видяком свет истины» из его литургии. А мы с вами прощаемся до завтра и еще вернемся к этому песнопению. Всего вам доброго. Храни вас Господь. «Видяком свет истины Крияхам, Духа Небесного, Гретохам, Веру истинную, Нераздели Кронице, Поклоняемся, Там у нас спасла есть». Братья и сестры, приглашаю вас на предстоящие выступления нашего хора. Наши концерты проводятся в формате концерт-лекции. То есть перед каждым произведением я что-то говорю о музыке, о содержании произведения, об авторах и так далее. Дворец культуры «Чайка», ближайшее метро, станция Семеновская. Иснопение в честь прошедших праздников Рождества Пресвятой Богородицы, воздвижения Креста Господня и русские народные и военные песни. В сентябре, когда мы отмечаем День города, вспоминаем и Вородинскую битву. И 27 ноября – это театр «Золотое кольцо», там, где было выступление у нас в мае. Тоже в преддверии рождественского поста. Песнопения из литургии святого Иоанна Златоуста, накануне память которого празднуется рождественские песнопения. И русские народные песни, которые мы еще пока нигде и никогда не слышали. Ссылочка по нашим концертам приводится внизу. Субтитры создавал DimaTorzok